Всем привет! Меня зовут Александр Лебедев и в сегодняшнем видео мы сделаем робота, который послужит основой для всех дальнейших наших видео. Ну, не то чтобы всех, но очень много мы на нем сделаем. И сегодня вы узнаете самый простой гайд о том, как сделать простого робота-тележку на Ардуино. Но будет возможность туда поставить Raspberry, а позже, позже, мы еще туда и ROS подключим. Так что будем полноценно писать проги под ROS на Python по управлению роботом. А началось все вот с такого листа. Это полистирол трехмиллиметровый. Купил я сразу большой лист, чтобы не хватило на множество проектов. А затем мне его разрезали прямо в магазине на 6 кусков по одному квадратному метру. Чтобы была возможность засунуть его в станок для лазерной резки и вырезать детали не вручную, а на станке. Затем я сделал трехмерную модель робота, чтобы было проще представлять о том, что, где и как должно крепиться. Чтобы можно было понять его габаритные размеры. Затем разместить отверстия для креплений и уже после все это вырезать. После того, как трехмерная модель была готова, я сделал 2D чертежи в формате DXF. А затем я обратился за помощью на свою кафедру в свой универ. И там я помогли сделать все детали. И я очень благодарен своему вузу за такую помощь. И особенно Игорю Викторовичу и Сергею Михайловичу. Спасибо вам. В итоге у меня были все необходимые детали со всеми отверстиями. Первым делом закрепляем уголки для крепления электродвигателей. Затем закрепляем бокс для двух литий-ионных аккумуляторов снизу под корпусом. Ставим стойки для печатных плат, чтобы удобнее было устанавливать всю электронику. Устанавливаем электродвигатели. Затем на вал крепится шестигранная втулка, на которой устанавливается колесо. Также я приклеил макетную плату для того, чтобы было легко в дальнейшем делать быструю и удобную коммутацию для различных тестов. Ставим в ардуинку и драйвер для двух электродвигателей L298. От двигателя идет шесть проводов. О том, где и какой провод, вы можете посмотреть в прошлом видео про энкодер. Там я все подробно рассказывал. Сейчас я напаял на него шесть штырьков, опять же, чтобы упростить соединение. Постепенно начинаем соединять всю электронику. Когда с электроникой закончили, можно заняться установкой шариковой точки опоры. Нужно разметить два отверстия для установки и закрепить с помощью длинного винта. Я буду затягивать на две гайки на каждую сторону, чтобы соединение было надежнее. Да, и в таком случае вторая гайка называется контргайка. Далее нужно выставить высоту данной точки опоры. Сделаю я это на глаз, хотя можно воспользоваться и уровнем на телефоне. Остается только установить верхнюю крышку. Для этого я опять же воспользуюсь стойками для печатных плат высотой 45 мм. И все, наш робот готов, но пока что на нем нет датчиков, их я сделаю уже позже. Сейчас загрузим программу и посмотрим, как все работает. Данная программа сочетает в себе программу по обработке данных с энкодеров и функции для работы с электродвигателями через шим-сигнал. Загружаем программу, устанавливаем мощность на максимум и откроем монитор порта, чтобы посмотреть графики угловой скорости на обоих двигателях. Как мы видим, скорость вращения у них отличается, несмотря на то, что шим-сигнал задан одинаково. Я пока не до конца уверен в своей теории, почему так получается. Поэтому пока исправим это подгоном значений шим-сигнала. И давайте заставим робот вначале просто ехать прямо, разворачиваться и снова двигаться прямо. Как мы видим, все работает, он выполняет поставленную задачу. Да, в дальнейшем я сюда поставлю различные датчики и по-любому поставлю разбери. Я поставлю сюда лидар и мы будем строить карты местности с помощью ROSA. Так что в дальнейшем будут очень интересные видео, не пропусти их и развивайся вместе с нами. Да, еще у ютубчика есть такая фишка. Если вы хотите продвинуть какое-то видео в рейтинге, то просто нажмите палец вверх. Ну, если хотите, уже подпишитесь на канал. Огромное вам спасибо, что участвуете в развитии канала. Это правда очень помогает. Скоро увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok